В день своего 36-летия, 18 мая, Трэвис Корнелл поднялся в 5 утра, облачился в тяжелые походные ботинки, джинсы, ковбойку в голубую клетку, сел в красный пикап и поехал от своего дома в Санта-Барбаре в направлении каньона Сантьяго, на востоке графства Оридж. С собой он взял только пакет печенья Ориос, большую флягу апельсинового напитка Кул Эйд, и заряженный револьвер Смит Вессон, 38-го калибра, модели Чиф Спешл. В течение двухчасовой поездки он ни разу не включил радио, не свистел и не напевал, как это часто делают мужчины, оставшись в одиночестве. На одном из участков пути по правой стороне плескался Тихий океан, воды которого вдали у горизонта были цвета сланца, но ближе к берегу лучи утреннего солнца рассвечивали их яркими фиалковыми и розовыми красками. Но Трэвис так и не удостоил взглядом сияющие под солнечными лучами воды. Это был худой, жилистый мужчина, с глубоко посаженными темными глазами, такого же цвета, как и его волосы. У него было узкое лицо, профиль римского патриция, высокие скулы и слегка выступающий вперед подбородок. Его аскетическое лицо вполне подошло бы к какому-нибудь члену монашеского ордена, склонному к самобичеванию и верующему в очищение души через страдания. Видит Бог, ему довелось страдать в жизни. Временами, однако, его лицо способно было принимать доброе, открытое выражение, которое располагало к нему людей. Когда-то женщины не могли устоять перед его улыбкой. Но давно уже улыбка не посещала это лицо. Печенье, фляга и револьвер находились в зеленом нейлоновом рюкзаке с черными лямками, лежащим на сидении рядом с Тревисом. Время от времени он поглядывал туда и, казалось, видел револьвер сквозь плотную ткань рюкзака. С шоссе, ведущего в каньон Сантьяго, он свернул на узкую проселочную дорогу, губительную для автомобильных покрышек. Примерно в половине девятого Тревис остановил пикап на обочине под огромной раскидистой кроной трисовой ели. Выйдя из машины, вскинув на спину рюкзак, Тревис зашагал к подножию горной гряды Санта-Анна. На безлесом хребте, где низкая трава, выросшая за короткий сезон дождей, уже высохла и приобрела бурую окраску, Тревис сел на плоские валуны, снял с себя рюкзак. Полутораметровая гремучая змея огрелась на солнышке на другом камне, метрах в пятнадцати от Тревиса. Подростком он убил множество гадов в этих горах. Сейчас Тревис достал револьвер из рюкзака, встал и сделал несколько шагов в сторону змеи. Она подняла голову и стала внимательно следить за ним. Тревис сделал еще шаг, затем еще один, и, держа револьвер, обеими руками приготовился к выстрелу. Змея начала сворачиваться в кольца. Скоро она поймет, что находится слишком далеко от противника для нападения и попытается скрыться. Хотя Тревис был уверен, выстрел прозвучал, но с удивлением обнаружил, что так и не нажал на спусковой крючок. Он приехал сюда, на эти склоны, не только за воспоминаниями о лучших днях, но и чтобы убивать гремучих змей, если те попадутся на его пути. В последнее время угнетенный, раздраженный бессмысленностью своей жизни Тревис чувствовал. Его нервы, натянуты как струна, ему необходимо было разрядиться с помощью каких-то необузданных действий и уничтожение нескольких тварей, невелика потеря, казалось ему прекрасным лекарством от хандры. А вот сейчас, глядя на змею, Тревис вдруг понял, что ее существование не такое бессмысленное, как его собственное. Она заполняет экологическую нишу и, кроме того, наверное, наслаждается жизнью куда больше, чем он сам. От этих мыслей Тревис вздрогл. Его рука отвела револьвер от цели. Он не смог заставить себя выстрелить. Палач из него не получился. Тревис опустил револьвер и вернулся к тому месту, где осталась люкзак. Змея, по-видимому, пребывала в мирном настроении. Она снова положила голову на камень и замерла. Оставив змею наслаждаться солнечным теплом, Тревис надел рюкзак и зашагал по южному склону в тень деревьев в начале каньона, где воздух был пропитан весенним ароматом вечно зеленых растений. Добравшись до дна каньона, он свернул на оленью тропу. Через несколько минут, пройдя между двумя большими калифорнийскими плотанами, кроны которых смыкались, образуя зеленый свод, Тревис вышел на поляну, залитую солнечным светом. На другом ее конце оленья тропа уходила дальше в лес, где ели, лавры и плотаны росли еще теснее. Стоя на границе солнечного света, он вглядывался в уходящую вниз тропу, но на расстоянии 15 ярдов была уже кромешная тьма. Не успел Тревис шагнуть в тень деревьев, как справа из сухого кустарника выскочила собака и, тяжело дыша и фыркая, бросилась прямо на него. Это был чистопородный золотистый ретривер. На вид ему было чуть больше года, он уже приобрел стать взрослого пса, но еще не утратил щенячьей резвости. Его густая шерсть была влажной, грязной, спутанной, в ней виднелись травинки, листья, колючки. Собака остановилась перед Тревисом, присела на задние лапы, склонила голову на бок и посмотрела на него с явным дружелюбием. Несмотря на свой замызганный вид, пес был очень симпатичный. Тревис нагнулся, потрепал его по голове и почесал за ухом. Он был почти уверен, что вслед за собакой из кустов вот-вот выскочит его хозяин, задыхающийся от бега и, возможно, сердитый на беглеца. Однако никто не появился. Тревис осмотрел пса, но не обнаружил ни ошейника, ни жетона. — Ты же не бродячий пес, а, малыш? Собака фыркнула. — Нет, конечно, для бродячего пса ты слишком дружелюбен. — Ты что, потерялся? Собака ткнулась носом в его руку. Тревис заметил запекшуюся кровь на ухе пса. На передних лапах виднелась свежая кровь, как будто он так быстро и долго бежал по каменистой местности, что подушечки его лап стерлись. — Похоже, ты проделал нелегкий путь, малыш. Ретривер тихонько заскулил, как бы соглашаясь с человеком. тревис продолжал гладить пса по спине и почесывать ему за ухом, но через пару минут осознал, что хочет получить от животного то, чего оно ему дать не может. Смысл? Цель жизни? Надежду? — Ну, давай. Беги. Он слегка шлепнул собаку по боку и выпрямился. Та не двинулась с места. Травец шагнул мимо нее на узкую тропу, уходящую в лесную тьму. Пес забежал вперед и загородил ему дорогу. — Иди своей дорогой, малыш. В ответ он оскалил зубы и злобно зарычал. Травец нахмурился. — Давай, иди. Ты же умный пес. Как только он сделал шаг, ретривер оскалился и стал хватать его за ноги. Травец отпрянул. — Эй, что с тобой? Пес перестал рычать и сел тяжело дыша. Травец предпринял очередную попытку, но собака кинулась на него с еще большей яростью. Она не лаяла, но рычала все громче и щелкала зубами, стараясь схватить за ноги. Травец постепенно отступал. Он сделал восемь или девять неуклюжих шагов по скользкому ковру из опавших сосновых и еловых иголок и, споткнувшись со всего размаха, сел на землю. Как только Травец оказался на земле, пес отвернулся отвернулся засеменил поперек поляны к началу уходящей вниз тропы. «Чертов пес!» сказал Травец. Собака не обернулась на звук его голоса. Стоя на границе света и тени, она напряженно вглядывалась вдаль, туда, где оленья тропа исчезала во тьме. Хвост был опущен, поджат. Травец подобрал полдюжины мелких камешков, встал и бросил один из них в пса. Камень угодил в цель, но, несмотря на очевидную боль, собака не взвизгнула, а только быстро повернулась к Травису с выражением удивления на морде. «Ну вот», подумал Травис, «теперь она схватит меня за горло». Но пес только взглянул на него осуждающе и остался на месте. Что-то в облике измученного животного выражение его темных глаз или наклон большой угловатой головы заставило Трависа пожалеть о своем поступке. Этот чертов пес смотрел на него с таким разочарованием, что ему стало стыдно. «Эй, послушай», сказал Травис, «ты же сам первый начал». Пес не сводил с него глаз. Травис бросил на землю оставшиеся камни. собака посмотрела на них и когда подняла глаза, Травис готов был поклясться, что увидел в них одобрение. Травис мог вернуться назад или найти выход из каньона, однако он был охвачен необъяснимым желанием во что бы то ни стало идти туда, куда считает нужным. Сегодня, как и всегда, никто не мог стоять у него на пути, тем более это упрямая собака. Травис поднялся, надел рюкзак, глотнул пахнущего сосной воздуха и отважно двинулся через поляну. Пес опять начал рычать, не громко, но угрожающе. Зубы его оскалились. С каждым новым шагом Травис чувствовал, что смелость его тает, и, не дойдя нескольких футов до ретривера, решил изменить тактику. Он остановился. Осуждающий покачал головой и стал читать ему нотации. Нехороший пес, ты плохо себя ведешь, знаешь ты или нет. Какая муха тебя укусила, а? Ты же не злой.